Черные метки от коллекторских агентств. В заводском районе Саратова сборщики долгов разрисовали подъезд жительницы из-за кредита, который женщина даже не брала. Однако ее непричастность к задолженности коллекторов не интересует. В страхе они держат не только ни в чем не повинную хозяйку квартиры, но и весь дом. В ситуации разбиралась Анастасия Куклева. Вот она идет, квартира. Тут было написано 146-я. И остальное, вернее долги, а тут сплошной мат. Сейчас стены в подъезде уже закрашены, но Марина Иванова дословно помнит каждую надпись. С недавних пор женщину терроризируют сотрудники коллекторской организации, пытаясь заставить ее заплатить несуществующие долги. На исписанных стенах коллекторы не остановились. Ночью 7 марта в этом подъезде они перерезали провода телекоммуникаций. Накануне праздника жители с 1 по 10 этаж остались без интернета, телевидения и частично даже без света. История с банками началась еще прошлым летом. Марине Ивановой стали приходить письма с просьбой вернуть долги. Но никаких займов женщина не брала. Выяснила, что кредит оформила ее знакомая и Бадова Ирина Петровна. Ее Марина прописала в своей квартире пять лет назад. В Саратов из Казахстана приехали семья. Их согласилась после того, как они меня попросили неоднократно. Я согласилась им дать прописку, чтобы они поменяли паспорта и устроились на работу. В ноябре прошлого года знакомых из своей квартиры Марина выписала. Но угрозы получает и по сей день. Общая сумма займов в разных банках составила миллион рублей. Банки на меня вообще не реагировали. Я писала им претензии, просила их, чтобы они в анкетах поменяли адрес, что ее здесь нет. Они на мои все претензии дают мне отрицательный ответ, ссылаясь на то, что изменения все анкетные данные может вносить только сам кредитор, должны как его назвать. То, что коллекторы выбивают долги в прямом смысле, видно и по входной двери в квартиру Марины. На металлической конструкции от ударов остались вмятины. Каждую ночь женщины и соседи полезничной клетки встречаются драганием. Однажды коллекторы чуть не замуровали жильцов в квартирах, залив дверные замки холодной сваркой. 2 числа они к нам приехали, начали ломиться, очень как бы угрожать. Да, у нас маленький ребенок в квартире, ну сразу началась паника, вот это волнение, они еще мы не уйдем. Ну кто-то сказал, что вызовет милицию, вот они говорят, вызывайте кого хотите, мы не боимся. И только когда вот включили сигнализацию, они вот услышали, они уехали. В последний раз, говорит, пострадавшие списали не только стены, но и автомобили соседей. Жители к происходящему относятся с пониманием. На хулиганские действия коллекторов они уже не раз жаловались в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Устанавливаются лица, сделавшие надписи с требованием выплатить долг. Стоит отметить, что никаких прямых угроз в адрес заявительницы не поступало, никаких писем и телефонов, звонков не было. Подобные случаи, говорят силовики, в последнее время не редкость. Аналогичная ситуация и в доме по улице Сака и Ванцети, где коллекторы также списали фасад и подъезд должницы. Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. В таких случаях есть смысл обращаться в правоохранительные органы, утверждают юристы, поскольку действия коллекторов противозаконны. Если к вам в квартиру стучат коллекторы, то нужно просить их предъявить документы. Если они отказываются предъявить документы, либо просто закрывать перед ними дверь, либо постараться их, если они уже зашли в помещение и отказываются его покидать, то сразу вызывать сотрудников полиции. Если данные личности представились, показали свои документы, то необходимо уже непосредственно на них писать заявление в полицию. Продолжение следует...